Если мы берем, да, вот ту же кукушку, да, берем группу кино, где линия между попсой и роком? Вот кино, это был рок? Ну, это был андеграунд, я бы сказал, такой. Поначалу это был андеграунд, потом это стало... Скажи, какая группа любила Бетти? Они любили ультравокс очень. А вы любили Назарит и Квин, потому что бобина досталась где-то на одной... Назарит Квин, Пим Флойд, очень любила, и очень много других разных групп. А вы, Алексей, на чем? Дитя был частично уже. Вы знаете, я заставлял себя, заставлял себя, особенно в 80-е годы, я заставлял себя в неделю прослушивать до 200 дисков. Заставлял? Заставлял, да, да, заставлял. Были тогда пираты, которым приходили эти диски из-за рубежа, и они давали тебе выбор. Хочешь с диска за 5 рублей записать, хочешь с профессиональной лентой ту же самую копию. Но я выбирал с лентой, потому что там на рубль было дешевле, но дисков больше получалось. У вас в Москве так было, возможно, в Нижнем Новгороде, извините. Да, и я приходил, там был каталог такой, я говорил, это что, это танцевальная музыка, я говорю, ну, что-нибудь там, а это, типа, арт-рок, я говорю, все, давай, а это что, это рок, я говорю, все, давай, а это фьюжн, все, давай. И я заставлял себя, конечно, масса неинтересного было, но я открывал для себя всякие жемчужные. А деньги откуда были на все, на это? А я работал, я работал, я уже, я с 77-го года профессионально работал в Москве. То есть это не кабак? Нет, нет. Он с Тухманом работал. Ну, был, был, у нас, после, у нас был такой проект, очень известный, с Давидом Тухманом, с Колей Носковым, который называется группа Москва. Да, был такой. Ну, про Пу и Оду Давид Федорович, все-таки профессиональный композитор, это очень важно. Давид Федорович фантастический был человек, я, наверное, думаю, что все лучшее, что я, я почерпал, наверное, на работе, так сказать, на Неве Советской Эстрады, это все-таки от Давида Федоровича. Вот. И, вы знаете, нас в 83-м году запретили просто. Прилетел в Сочи, мы выступали в Сочи, в фестиваль, мы прилетел замминистра культуры, это нам потом рассказали. А у нас на песне НЛО молодежь скакивала на стулья и прыгала. Вот. И нас запретили. И мы никуда не могли устроиться, просто черный список, все, до свидания. И мы вот год с лишним с Мазаем в кабаке проработали, да, да. Нет, 83-й, 84-й, это самые такие черные годы. Романова посадили, и звукорежиссер в воскресенье с ней вместе, Жанну Агузарову тоже тогда закрыли. Это было время величайшей глупости. У меня уже годы спустя, когда спрашивают, а вот нам пришлось довольно много времени провести за границей, потому что барабанщик до сих пор живет там. В Америке? Да, да. Вот, Саша Львов. И что, так сказать, развалило Советский Союз? Я говорю, развалило джинсы, жвачки, рок-н-ролл. Запреты. Вот запреты, да, глупость. Вот это точно, когда говорят, вот как вы, Алексей, сказали, это точно запреты. Вот это не надо было запрещать. Абсолютная глупость. Я думаю, что это была продуманная диверсия. Точно такая же, Женя, я говорю о серьезных вещах, может быть, но они очень важны, их надо понимать. Точно такая же диверсия, которую произвели в отношении русской классики музыкальной. Ее совсем нет на радиостанциях. Совсем. Да, но она была в все советские годы. Она играет во всем мире? И что? Ольга, ну вспомните, классика была по телевидению. Сплошные, ну, Лебединое озеро, это вообще там хоронили всех членов полюсбюро подряд. Это и что? И народ не подсел. Буду спорить, буду спорить. Но мы сейчас о другом говорим. Нет, минуточку. Я вам скажу. Народ это наш... Вот, жена-то как, да? Нет, все время. Нет, потому что вы все время... Вы уводите в сторону, ребята. Я хочу вернуть вас в сутки. Народ это наш род, а толпа это не народ. Но вот заметьте, как не стало классики в эфире, не стало и музыкантов интересных у нас. А были они? Понимаете? А вот как раз вы получите... Музыка развивалась, Женя. Если мы не Паргорькова, а вот Паргорькова, понятно, что это супер-пупер-музыканты у нас были. В 80-е годы было много интересных групп, на самом деле. Группы интересные, а были виртуозные музыканты? Эта группа была, потому что... Ну, а какие были интересные группы с музыкальной точки зрения? Если мы социальный... Ну, был автограф очень интересный. Автограф, да. А ранний круиз, и, кстати, круиз хеви-метального периода тоже были... Тот же Валера Гайна, он виртуозный гитарист. В Браво были интересные музыканты в первых составах. Почему, Леш? Да, там были интересные. Там Тима Бритузаев, например, интересные. Вот у Кима Бриттбурга была группа, как-то она называлась, диалог. Диалог, да. Интересная очень группа была. Нет, группу... А Бэгар тоже интересно начинал, между прочим. Как музыкант? Да. Нет, он эксперимент... Понимает, о чем жил. Женечка, ведь дело в том, что когда у тебя есть определенные данные, вокальные даже, они провоцируют... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.